Субтитры сделал DimaTorzok Ничего особенного. Но тут недавно в моих скитаниях по интернету я наткнулась на интересный рецепт, который был очень похож на наш обычный суп из фасоли, но был интересен, и это была сербская чорба. Чорба – это суп из бобов. Когда я начала интересоваться этим и просмотрела, может, с десяток, а то и больше рецептов, выяснилось, что это очень традиционный суп на Валканах и на Ближнем Востоке. И рецепты в огромное разнообразие, включая какое мясо выбрать, какие бобы, какие ингредиенты. Вот мне первым попался сербский вариант, и он оказался очень близок к тому, что мы готовим дома очень часто. Кроме того, чтобы сделать этот суп на скорую руку, я сварила бульон с вечера, а также с вечера же замочила фасоль. Ну, в общем-то, начинаем мы с абсолютно стандартного бульона. Вот у меня 4 литра фильтрованной воды. И у меня есть приготовлено где-то грамм 600 говядины, суповой говядины с косточкой. Вот я ее положу. Кроме того, завтра у нас будет специальный рецепт, где будут использоваться копченые свиные ребрышки. Где-то тоже вот 400 г примерно копченых ребрышек свиных. И я туда же в кастрюлю их опускаю, довожу, доведу до кипения, сниму пену и буду варить где-то часа полтора. А набор овощей стандартный. Это будет луковица, средняя морковка и палочка сельдерея, которые я брошу после того, как сниму пену. А также набор специй, самая простейшая парочка лавровых листов, горсточка десяток перчиков черных и 2 чайные ложки соли. Кроме того, суп завтра будет из фасолья. Поэтому простейшее приготовление это замочить сухую фасоль на ночь в холодной воде. Вот у меня белая фасоль, среднего размера она считается. Вот я, наверное, 2 стакана примерно. Сейчас скажу, сколько это будет. Да, 2 стакана. Это примерно где-то грамм 400. Ну, вот начнем с того, что вот я вчера сварила бульон и поставила его в холодильник. Он был не очень жирный, но все равно вот образовался жир, который мы, конечно же, удалим. Мясо из этого супа я выну и разберу, беру жир и кости. Вот так практически вяжу, мы удалим. И я выну и разберу мясо и ребрышки, и говядину на косточке. Уберу остатки жира и кости. Оставлю только мяско. Пахнет очень вкусно. Вот это мы пока отставим в сторонку, а кастрюльку с супом вернем на плиту. Ну, вот так, если бы я делала свой обыкновенный суп из фасоли, то ингредиенты простые. Вот я почистила картошечку и все буду нарезать небольшими кубиками. Ну, примерно вот так. Кроме того, фасоль белую, которую я замочила с вечера, она разбухла, увеличилась в объеме раза 3, не меньше. И я ее утром сварила до мягкости. Примерно заняла 20 минут без соли. Здесь у меня 2,5 стакана. Но я сварила немного побольше. Также не буду смотреть, когда я буду добавлять, потому что черба, судя по всему, это густой суп. И я буду использовать морковку, поскольку мы ее не любим в вареном виде. То есть я ее обычно тру на мелкой терке и тоже добавляю суп. Вот это был бы мой обыкновенный фасолевый суп. Ну и, конечно же, всегда я добавляю зелень. Здесь смесь укропа и петрушки в произвольной пропорции у меня примерно 50 на 50 по вкусу. Но что же сделает черба-черба? Ну, кроме того, что это всегда, какой бы ни было в стране, какой то ни было в культуре, это всегда бобовый суп. И это обязательно томаты. И можно использовать пасту и соус томатный. Но я практически всегда, при всякой возможности, я использую помидоры, свежие помидоры. И из них делается соус. Просто натираю на терке. Вот так. Где-то у нас должно получиться вот таких тертых помидор. Ну, не знаю, где-то, может быть, 500 миллилитров. Я померю, не знаю точно. На глаз вот три таких средних, может быть, четыре. Кроме того, что привлекло меня именно в сербском варианте, они использовали грибочки. Это практически единственный рецепт, из тех, которых я нашла, где используются грибы. Но мы настолько так любим грибы, что я решила попробовать фасоль с грибами. И я буду использовать грибочки, которые я тоже порежу. Ну, примерно такими же кубиками, чтобы они были сравнимы с размерами фасоли. Где-то тут 200 грамм грибов, только шляпки. Еще одним вариантом, еще одной добавкой, это перчики. Опять же, они не во всех рецептах. Можно добавлять, а можно не добавлять. Ну, вот, у нас тут на грядке выросли такие чудесные перчики. Я возьму вот один красненький перчик и один такой оранжеватый перчик. Кроме того, у нас вырос, кажется, острый перец. Его остроту мы не точно знаем. Вот большой, наверное, я возьму половинку. Мы все-таки традиционно, вот ближневосточная черба должна быть острая. Но мы острое не очень любим, поэтому я тут попробую. Начну с половинки. Еще дополнительно две дольки чеснока средних, которые я мелко порежу. Ну и, честно говоря, я никогда не добавляю в суп лук. Но тут я сдаюсь, и я возьму половинку красной луковицы. Порежу ее настолько мелко, насколько я смогу на маленькие квадратики. Еще о мясе. Вот сербская черба использует копченое мясо, а также венгерское. И у меня, помимо того, что я использовала копченые свинные ребрышки, вот здесь есть два совершенно чудесных кусочка копченого бекона, с которого я и начну. Я порежу его мелкими дольками, уберу шкурку, порежу мелкими полосками и начну карамелизовать лук. А потом добавлю перчики, которые тоже порежу квадратиками, примерно того же размера, морковку и помидорный соус. Пожалуй, все. Приступаем к нагреванию бульона и варке картошки. Из остальных специй тоже огромное разнообразие. В разных регионах добавляют разные специи. Я, пожалуй, добавлю паприку, примерно одну чайную ложку. Я видела, что розмарин добавляют. Вот как раз в оригинальном рецепте, который я нашла на интернете, который, кстати, я ссылку в описании помещу. Там добавляют розмарин. Для нас это как-то немножко слишком сильная специя. Может быть, подумаю, может быть, я добавлю небольшой, немного орегано. Вот у меня как раз тут свежезасушенный орегано подойдет. А в дальневосточные специи там тоже любые можно добавлять по вкусу. В общем, огромное поле для фантазии и экспериментов. Главное, что это будет суп из бобов на томатной основе. Приступаем к сбору ингредиентов. Вот тут у нас уже закипает бульон, в который я положила картошечку. И сейчас я туда тоже добавлю разобранное мясо. Главное, много получилось мясо. Хорошо. Здесь у нас такая чудесная зажарочка. Почти беконный, почти уже невидимый лучок. Сейчас я туда добавлю, немного поджарю грибочки. Немножко увеличу огонь, чтобы грибочки сначала отдадут воду, потом начнут поджариваться. И у меня уже тут под рукой готовы другие ингредиенты. Это морковочка, потертая мелко-мелко. Сладкий перчик двух цветов. Тоже кубиком нарезан. Опять же, должна сказать, что ни грибы, ни перчики не являются обязательным элементом. Они вот именно в сербском варианте мне очень понравились. Особенно грибочки. А в других вариантах их может и не быть. Вот в венгерской тоже есть перцы. А вот я ливанскую посмотрела. Там вообще без перцев. И даже не используют картошку, а используют рис. Так что, в общем-то, это очень разнообразно. И можно несколько супов сварить на этой основе. Мы, наконец, приступаем к финальному этапу. Картошка полностью сварилась. Это даже заняло где-то 5 минут после закипания. И теперь мы смешиваем все ингредиенты. Я уже тут сюда добавила. И чесночок, и острый перец. Попробовав эмпирически, я решила добавить половинку. Половинки, потому что кажется, что очень острый. Все-таки он должен быть острый, но мы острый не любим. Здесь у меня уже свареная фасоль. Где-то 2,5 стакана отварной фасоли сюда добавляю. Посмотрю, у меня есть еще, если нужно. Наверное, я добавлю еще немного фасоли где-то со стаканчик. Потому что этот суп должен быть густой. Это как бы охлебка. И вот тут у меня тушатся овощи, грибы, лучок, чесночок, перчики. В соусе из свежих томатов где-то у меня из трех помидорок получилось примерно 400 миллилитров соуса. И теперь мы просто все это соединяем. Вот, я паприку еще не попайла. Я так думаю, что лучше паприки. Примерно чай на ложечку. И, наверное, для аромата я все-таки люблю орегано. Вот у меня свежевысушенная орегано. Буквально чуть-чуть. Даже не знаю, сколько здесь будет. Может быть, четверть чайной ложки. Я просто же затру. Добавить немножко аромата. Сейчас попробуем на соль. Мы уже добавили 2 чайные ложки соли вчера. И ребрышки были соленые. Посмотрим, может быть, чуть-чуть. Знаете, мне кажется, что соль нормальна. Может быть, мы потом еще немножко добавим. Сейчас трудно сказать. Я пробовала перец, и у меня весь рот горит. 15 минут. Это на медленной температуре у меня все соединится. И наш супчик готов. Останется только его сервировать вместе со свежей зеленью. Ну что же, супчик наш готов и настоялся. И теперь давайте будем пробовать, потому что, можно сказать, что я первый раз в жизни сварила чурбу по сертикому варианту. Вот такая получилась. Очень насыщенная, разноцветная. Сейчас попробуем. И сюда добавим зелень. Вот так. Дадим небольшую ложку. Попробуем, что вышло. Грибочек захватим. Фасольку, картошечку. И перчик. Зелень и мясо. По-моему, началось удобно. Довольно интересно. Есть небольшая кислинка. Помидор. Сладость от сладких перцев. Небольшая острота. Хорошо, что я не добавила много. По нашему вкусу, в самый раз. Так, давайте мы попробуем. Оператор попробует за кадром. М-м-м-м, как вкусно. Ха-ха-ха. Ну ладно, действительно. Ничего. Приятного аппетита. Продолжение следует. Продолжение следует...